Доктор 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 У вас прием на 12 Прием чего? У меня не спит Доктор 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 порфирии угрозы жизни вот как таковой нет, но при этом заболевание доставляет очень много хлопот человеку. Вы только представьте, он с самого рождения вынужден постоянно избегать солнца. А если чуть-чуть расслабишься, то тут же на коже появляются язвы, которые долгое время не заживают. Помимо этого происходит поражение внутренних органов. К тому же поставить диагноз порфирии довольно сложно, так как это весьма редкое заболевание. А излечить человека от этого недуга, к сожалению, мы пока тоже не можем. Все, что современная медицина может предложить, это лишь облегчить состояние. Экстремальные виды спорта, да? Я последний! Занят! Ну что, жалуемся? А, доктор, у меня провалы в памяти. А? Я очень часто засыпаю в одном месте, а просыпаюсь совершенно в другом. Вы уверены, что это провалы в памяти, а не алоэматизм? Возможно, вы правы, это очень часто происходит при полной луне. Но меня больше беспокоит ваш волосыной покров. Давно это с вами? Что? Что не так? По поводу лунаатизма я выпишу вам направление к сомнологу, а по поводу гипертрихозы нужно выявить, не является ли это причиной каких-то других заболеваний. Поэтому вам нужно к дерматологу и на гормональном обследовании. Доктор, а можно как-то это побыстрее порешить? Лунаатизм или сомномбулизм это настоящее заболевание, которое есть в международной классификации болезней. Грубо говоря, при нем человек совершает некоторые действия во сне. Например, ходит, готовит еду, убирается по дому, разговаривает. В такие моменты состояние сна и бодрствования как бы сочетаются. И после пробуждения человек не помнит ничего из происходящего накануне, либо помнит как-то мутно и отрывисто. Сомномбулизм чаще встречается у детей, чем у взрослых. Он проявляется примерно у одного ребенка из 20 и у одного взрослого из сотни. Природа сомномбулизма изучена не до конца. Известно, что ему способствует эмоциональное напряжение, стресс, недостаток сна, а также прием некоторых лекарственных препаратов. Также исследователи отмечают наследственный характер заболевания. То есть, если родители в свое время когда-то лунатили, то и дети, скорее всего, будут выдавать подобные приколы во время сна. Сам по себе лунатизм не является проблемой, но только если человек во время сна не начинает вредить самому себе, либо кому-то из окружающих. Известны случаи, когда люди во время лунатизма совершали убийство. Казалось бы, классная отмаза, да, чтобы не загреметь в тюрьму. Но на самом деле все не так просто, потому что сомномбулизм это настоящее заболевание, которое можно диагностировать. Не только по внешним признакам, их хоть и сложно, но можно имитировать. Но и с помощью специального метода полисомнографии, который включает электроэнцефалографию, электромиографию, электрокардиографию, запись сна на видео и вообще кучи параметров. Лечить сомномбулизм без особого успеха пытаются с помощью психологических методик, с помощью психоанализа, гигиены сна, даже гипноза и с помощью различных лекарственных препаратов. Реальность такова, что самое лучшее, что мы можем сделать для человека, страдающего от сомномбулизма, это обезопасить его во время сна. Например, ограничив ему доступ к опасным предметам по типу холодного или огнестрельного оружия, ну или установить какие-нибудь приспособления, чтобы человек проснулся до того, как успеет навредить себе или окружающим. Существует популярный миф, что ни в коем случае нельзя будить человека во время того, как вот он ходит во сне. На самом деле это не так, будить можно, но будьте готовы к тому, что человек проснется в непонятном для него месте, в непонятной обстановке, в непонятном состоянии и его реакция может быть непредсказуемой. Гипертрихоз. Грубо говоря, это когда волосы растут либо там, где не должны расти, например, на лбу или на шее, либо у тех, у кого не должны, например, у детей или женщин. Очень редко гипертрихоз бывает врожденным и в основном он все-таки приобретенный. Приобретенный гипертрихоз развивается при повреждении желез внутренней секреции, например, надпочечников, гипофиза, щитовидной железы, яичников или, например, при длительном приеме гормональных препаратов. Сразу успокою, что пушковые волосы есть на теле абсолютно у каждого человека. Гипертрихоз это, например, когда у мужчины волосы начинают расти на ладонях, а у женщины, например, начинает расти борода. Люди с гипертрихозом пытаются поначалу как-то самостоятельно удалять волосы со своего тела. Так делать не надо, потому что это может быть проявлением опасного заболевания, в том числе онкологического. Поэтому сначала нужно выявить причину, а уже после этого можно придумывать, как удалить лишнюю шерсть. Благо, современная косметология может много чего предложить. Травматология в другом отделении. Пойдемте. О, коллега, что же вы так себе запустили? Принесли результаты анализов, да? Ну, давайте посмотрим. Судя по вашему состоянию и по результатам анализов, боюсь, у вас болезнь Куру. Вы, конечно, в курсе, что случаи заболевания Куру зарегистрированы только в Пупуа Новых Гвинеев племени каннибалов. Не будем исключать такой вариант. Куру – это опасное инфекционное заболевание. Так как оно поражает нервную систему, то симптомы, соответственно, следующие – головокружение, дрожание конечностей и рук. Со временем человеку становится все труднее говорить и даже передвигаться. Примерно через год он неизбежно погибает, так как эту болезнь мы не умеем лечить. Почти все случаи заболевания Куру известны только в одном конкретном племени, который проживает в Пупуа Новой Гвинеи. У этого племени есть своя фишка, а не каннибалы. Вместо того, чтобы, например, хоронить своих умерших родственников, они их съедают, в том числе головной мозг. И таким образом заражаются Куру. Инкубационный период может длиться до нескольких десятков лет. Именно поэтому среди жителей никто не мог связать акт каннибализма с развитием заболевания. Для них Куру – это что-то вроде проклятия или порчи. И так продолжалось до тех пор, пока за дело не взялся американский вирусолог Дэниел Гайдузек. Именно он связал заболевание Куру с актом каннибализма. А позже выяснилось, что во всем виноваты прионы. А сама Куру относится к так называемым прионным болезням. Интересный факт. Недавно был открыт ген, который позволяет человеку иметь иммунитет к этому заболеванию. Дело в том, что в этом племени все еще есть здоровые люди, которые успели в детстве попробовать человеченки. У части из них есть этот ген, но абсолютно у каждого, кто умер от Куру, этого гена не было. Так что вполне возможно, что носители этой мутации могут спокойно есть тела других людей. И это хорошо. Гриффин опять не пришел. Значит, на сегодня все. Счастливого, Хэллоина! А как же я? Хэллоина! hassel's. а а хэллои из р Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...